Я жила в состоятельной семье своих родителей и привыкла к определенному уровню. Ну, например, к тому, что нужно путешествовать, что нужны развлечения и общение с другими людьми. Но это не устраивало мою свекровь, ведь это было дорого. И нет, я абсолютно не хотела путешествовать за счет своего мужа. Меня устраивала позиция 50 на 50. Но тут меня начали убеждать в том, что я слишком дофига хочу. Еда, вода есть, и большего мне не надо. Еще чего тратить деньги на развлечения? Ведь мужу нужно развиваться. Свекровь у меня убеждала его в этом, а он пытался убеждать меня. И после каждого нашего разговора о том, что я хочу большего, он говорил, что меня никто не держит. Но, а как же вместе? Мы же семья. Я хотела бы поехать вместе. Пили хочешь? У меня другие приоритеты. И постепенно свариваясь, для меня это стало нормой. И я несколько лет никуда не ездила. Максимум свое село к бабушке за 100 километров. Всем привет! Знаете, ситуация на самом деле классическая. И да, проблема действительно в ее муже, скорее всего, потому что воспитывала его мама. Вот это мамино воспитание, мамино давление. Когда решает все мама. Потому что в семье не было папы, не было примера. Мужчины, которые могут показать, что мужчина должен все решать. А не так, что мама на ушко нашептала, и в результате влезла уже в чужую семью. Вот в чем дело. И да, знаете, очень важный момент, который это видео показывает, это то, что семья должна быть полной. То, что ребенка должен быть папа. Особенно это очень важно для мальчика. Да и для девочки это тоже очень важно. В любом случае, отсутствие отцовского воспитания вылилось вот сейчас в такое отношение в его новой семье. Продолжение следует...